ребят всем привет наверное вы ждали сегодня немного другое видео я даже не представлял себе что предыдущее видео о строительстве аквариума в черкассах так быстро наберет там 200 или 300 лайков которые я озвучивал каюсь что я до сих пор еще это видео не выложил но все дело в том что вы знаете изначально я хотел очень подробно снимать ну точнее я как бы материал это наснимал и хотел очень подробно рассказывать о том как мы этот аквариум делали но вы знаете когда я увидел сколько времени уходит на монтаж всего этого я понял что раз усоливать не стоит и как бы решил уместить весь материал в два ролика соответственно в данный момент у меня где-то на два с половиной часа где-то еще видео материала из которого я в данный момент потихоньку каждый день монтирую вырезаю самое такое интересное сочное и вкусное и собственно хочу сделать из вот этих двух с половиной часов в ролик 15 максимум 20 минут потому что ролики дольше как правило никто уже не смотрит до конца недели я постараюсь закончить монтаж этого видео а вы в свою очередь если у вас есть какие-то вопросы относительно этого аквариума но я имею ввиду вот этот геофагусник трехметровый обязательно задавайте под видео под первой частью для того чтобы я максимально раскрыл интересующие вас вопросы в следующем выпуске сегодня же ребята в этот аквариум не увидите сегодня я хочу показать немножко другое видео в данный момент я еду встречать рыбку и в принципе вот несколько последних поставок я не снимал потому что как правило вся рыба приезжала под заказ но вот именно сегодня практически вся та рыба которая сегодня приехала лично ко мне на подросток и сегодня я решил снять этот выпуск только потому что сегодня приехала та рыба которую я ждал полгода в общем дальше видео я все вам покажу усаживайтесь поудобнее заваривайте горячий чайок и начинаем друзья поехали но а и Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, все уже знают, что я давным-давно хотел завести себе аропайму. И дело в том, что первая рыбка приехала в Украину. Первая аропайма где-то с полгода назад. Она не перенесла карантин. Погибла. Уже была достаточно крупных размеров. Около 30 сантиметров. Тем более, что на эту рыбку я очень долго ждал. И очень ее хотел. Потом была еще одна аропайма. Я не знаю, по-моему, я даже видео снимал. Не буду врать, не помню. В общем, приехала она ко мне. Но дело в том, что я так понимаю, она была неправильно запакована. Дело в том, что аропайма дышит атмосферным воздухом. Ее, наверное, накачали кислородом. И, в общем, рыбка не доехала. Она приехала, но, к сожалению, она была уже полумертвая. То есть, буквально через полчаса, час после пересадки ее ведро, она скончалась. Фух, жара нереальная, ребят. Здесь 27 градусов. В общем. И вот сегодня, ребят, сегодня, наконец-то сегодня, приехала опять ко мне аропайма. Живехонька, красавица. И сейчас я вам ее покажу. Ну и, кроме этого, конечно же, покажу еще, какая ко мне приехала рыбка. Смотрите, друзья. Я как бы не сильно хочу тревожить рыбку. Сейчас я уберу отсюда воздух. А то ничего не видно. Вот, ребят, та красавица аропайма, о которой я вам говорил. Смотрите. Какая красивая рыбка. Вот в таком вот маленьком размере она бесподобна. Давайте не будем ее мучить. Отпустим. Пусть плавает. А здесь, кроме нее, еще плавает, смотрите, кто. Это, ребят, очень дорогая и редкая для Украины рыба. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Вот, чтобы ее не мучить. Вы просто посмотрите вот на эти зубки. Узнаете, кто это, ребят? Узнаете, наверное? Ух ты, отпускаем, отпускаем, чтобы не мучить. Это, ребята, голиаф. Это тот голиаф, на которого в речных монстрах ребята охотились. И вот еще один, одна редкая рыбка. Сейчас вам покажу ее. В таком-то возрасте, в таком-то размере особой разницы с голиафом не видно. Но тоже, вот видите, какие зубки у нее? Вот, вот, смотрите. Видите? Это, ребята, ну, я думаю, по вот этому хвостовому плавничку, те, кто в теме, уже поняли. Это, ребята, дорадо. Ну, называется эта рыбка Сальминус. Ну, как бы в простонародье ее называют дорадо. Приехало мне вот таких вот два голиафа и пять дорадо и аэропайма. Это, собственно, та рыба, те звери, те хищники, которых я так долго, ребята, ждал. Что ж, подлили мы, ребята, в нашем водичку. Пока они привыкают к температуре и к моей воде, покажу вам, кто у нас сидит здесь. Это, друзья, характерный окрас для биотодома Купиду. Рыбка уже достаточно крупная, как видите, в размере. Вот, тоже достаточно редкая для Украины рыба. Ну, ее многие завозят, в основном из Азии. Но, в отличие от тех аналогов, которые завозятся в Украину, это, ребята, дикари. Эта рыбка выловлена прямо в дикой природе, с природного ореола обитания. И я надеюсь, что они мне очень хорошо и красиво прокрасятся. И, ну, я даже подумываю над тем, чтобы себе оставить пару или семью сформировать из них. Ребят, хочу вам еще показать одну очень редкую для Украины рыбу. Я боюсь просто, что она выпрыгнет. Приехала она ко мне в единственном экземпляре. И по внешнему виду рыба достаточно нежная, поэтому мы ее поселим отдельно от всех остальных. Сейчас я вам ее поймаю. Хочу показать. Значит, рыба. Это Ралфиодон Гилпинус. Ребята, рыба очень крутая. Очень. Вот, посмотрите, какой у нее уже сейчас блеск. Морда напоминает Арапайму. И посмотрите, какие зубы вот у нее во рту. Сейчас немножко водичку укунем, чтобы она так не стрессовала. Я надеюсь, вам будет видно. Ну, вы знаете, в любом случае, в ближайшем будущем, я буду снимать видео с кормлением этой рыбы. И все вы увидите, какой это, ребята, монстр. То, что он сейчас маленький и беззащитный, это не означает, что из этой рыбы не вырастет здоровенный аллигатор. Вот, посмотрите, зубами зацепилась за сачок. Зубы там просто нереальные, ребята. Ладно, не будем лишний раз поддавать рыбку стрессу. Добавим немножко водички и пусть тебе отдыхает, привыкает к нашей воде. Ребят, вот с этим ведром есть небольшая проблемка. Дело в том, что вот все это время, пока я перевожу рыбку на свою воду. Видите, вот я здесь крышку даже защелкнул. Только вот такой зазорчик оставил. Дело в том, что все время эта рыбка барабанит крышку ведра. Здесь, ребята, сидит африканская щука. Хипстесус одой. Рыба очень редкая для Украины. Она чем-то напоминает Аравану, чем-то напоминает Жордини. В общем, сейчас я попробую ее для вас поймать в сачоке, показать. Но я реально боюсь, ребят, чтобы рыбка не выпрыгнула. Потому что прыгучая просто нереальная. Вот в таком вот размере приехали эти ребята. Сейчас попробуем одну поймать, чтобы вам показать эту рыбку. Вот, смотрите, ребят. Вот такая вот красавица. Вот, хочу вам показать клювик. Ну, клювик чем-то напоминает нашу щуку. Ну, в общем, я не хочу ее мучить. Я потом в другой раз вам сниму лучше ее в аквариуме. Потому что, ребят, рыба реально очень шустрая. И я просто боюсь, что она выпрыгнет и травмирует себя и так далее. Она достаточно дорогая. И, в общем, не хочу ее лишний раз подвергать стрессу. Я лучше вам ее потом покажу в аквариуме. Ну и, наконец, ребята, последнее ведро. Здесь у нас цихломонокулус. И, как видите, уже две плавают пузом кверху. К сожалению, вот, это уже практически не жилец. Хотя окрас, видите сами, да, просто шикарный, яркий, насыщенный. И одна уже вообще даже не дышит. Вот она уже все задубела. К сожалению, ребят, такое бывает. От этого никуда не денешься. Приехало, ребят, ко мне их 8 штук. Две из них, самые крупные, не перенесли, к сожалению, транспортировку. Ну, кстати, я, вот вы знаете, получал рыбу напрямую из Азии. И та рыба, которая была покрупнее, всегда вот приезжает в таком состоянии. Это печально, ребята. Ну, от этого никуда не денешься. Ну и да, здесь руками брать их не хочу, потому что они достаточно колючие. И укол этого сома достаточно болезненен. Это, ребята, жираф. Самый настоящий жираф. Африканский сом. Очень хороший, очень интересный. Самый крутой пилесос для аквариума. У меня один плавает в этом аквариуме. Сейчас я вам попробую его поймать в объектив. Если получится. А вот он, ребята, сидит. Вот. Но у меня уже малыш такой, длиной сантиметров 15, может, даже по 20, в общем. И посмотрев, как этот сом работает в аквариуме, решил себе заказать еще парочку. Потому что рыбка очень интересная и очень полезная в аквариуме. Ребятушки мои, я надеюсь, вы меня простили за то, что я не доделал еще видео о трехметровом геофагуснике. Еще раз прошу прощения. И еще раз повторюсь. Я приложу максимум усилий для того, чтобы к концу недели это видео уже появилось на канале. Значит, смотрите. В общем так. Я достаточно много рыбы продал, потому что надо было закупать лавуна для сампов. Нужно было доделывать бассейн. Сейчас я вам, кстати, его покажу уже в рабочем состоянии. В общем, просто затрат. Я даже себе не представлял, что реально будет столько, ребята, затрат. Затрат просто колоссальное количество. И, честно говоря, я уже где-то так на полгода-год отстаю от тех планов, которые я изначально запланировал себе. Во-первых, ну знаете, я потом эти все аквариумы еще поснимаю вам вечерком, когда не будет бликовать солнышко. Сейчас так просто, как бы для ознакомления покажу вам. В общем, смотрите. Здесь у меня живет львиноголовый геофагус. Заметил я за этими ребятами, что они начали гонять самок. У меня получается их, по-моему, 8 штук. Из них 2 самца, причем оба доминанты. Они между собой, вот видите, какая шишка на лбу. Они между собой поделили самок и поделили аквариум. И, в общем, начинают гонять аквариум. И еще есть один самец, но он постоянно сидит где-то там в углу. В общем, доминанты его постоянно гоняют. Ну вот такой вот, кстати, вот перед вами как раз 2 самца. Значит, отсадил я их, ну посадил к ним мелеусов для массовочки. В общем, положил камушки, вот там дуплишко такое. Подсыпал песочку для того, чтобы рыбка себя комфортно чувствовала и могла пробовать нереститься. Этот аквариум, ну, дико обликует, ребят. Ну, так, в общих чертах вам постараюсь показать. Здесь у меня сидит сатаноперка Маперитенсис. В общем, до 100, ну, видите, они у меня очень ручные такие. Здесь у меня сидят подросточки, ну, можно сказать, еще малыши геофагуса Вайнмиллера. И здесь у меня сидит еще семья самец и 2 или 3 самки Топажус Ред. Вот, тоже вот такие, ну, где-то им около года, наверное, вот. Ну, может меньше, может месяцев 9-10, где-то так. В общем, рыба подрастает. И тоже буду видеть, когда рыбка начнет, точнее, когда самцы начнут гонять самок. Буду тоже их рассаживать. Вот там вот я уже освободил, как вы видите, здесь уже нет каркасного бассейна. И я начну в ближайшее время вот там вот строительство нерестовиков именно под всю эту рыбку. В общем, ребят, ну, это не самое основное то, что я вам хотел сегодня показать. У меня еще есть тоник, там тоже куча рыбы. Но сегодня я его снимать не буду. Вы этот аквариум неоднократно видели. Но в нем жила другая рыба. Сейчас там немножко другой состав. И как бы на все свое время, если хотите посмотреть, кто там живет, подписывайтесь в группу Фейсбук. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Я достаточно часто выкладываю там видео и фотографии всех своих рыб и всех своих аквариумов. А сегодня, ребята, я вам хотел показать вот что. Вот, зацените, ребята, масштаб проекта. Это у нас 2,20 на 3,20 длины. Глубина столб под 2,60 метра. Объем, в общем, объем где-то около 12 тонн. Но если взять вот с теми аквариумами, там плюс сам сейчас в данный момент обслуживает этот бассейн, то общее водоизмещение свыше 14 тонн. Еще наверх, вот там должен встать еще один 500-литровый аквариум. И здесь Еврокуб будет стоять с биозагрузкой. Итого, ребята, общий объем системы должен быть где-то около 15-15,5 тонн. Вся эта рыба, которая живет сейчас в этих аквариумах, это временное явление. Вся эта рыба будет отсюда переезжать, переезжать в нерестовики. А здесь у меня будут сидеть, ну, скажем так, по парам, что-то нерестовое, отделять буду пары. Ну, в общем, это будет, возможно, малыши с катом там будут сидеть. Еще пока не знаю, но в общей сложности. Пока вот так вот, то есть бассейн и вот этот аквариум, точнее, вот эти аквариумы все, это будет все одна система. Пока я сделал все кустарно. Здесь помпа подает водичку, сливается вода в санк, там фильтруется. Протока выставлена где-то литров на... Ну, я последний раз, когда замерял, то где-то около 600 литров в сутки. Вот, и то есть получается, что у меня подмена воды идет в сутки где-то около 5%. Ну, этого, я смотрю, вполне достаточно. Температура не проседает, то есть стабильно держится сейчас 25 градусов. И в аквариумах, и в бассейне нет ни одного обогревателя, ребята. То есть все это дело греет помещение, плюс в бассейне сделан теплый пол, и теплый пол обогревает воду. Вот. Ну, в общем, покажу вам еще... Сейчас просто, опять же, это все нужно, конечно, снимать вечером. Сейчас блики от окна вот на воде. Но, тем не менее, я вам советую пройти в Facebook, либо в Instagram, посмотреть видео, как я кормил рыбу в бассейне. Хочу вам сказать, что это кардинально совсем другие ощущения по сравнению с теми, когда кормишь рыбку в аквариуме. Вот, смотрите, сейчас не знаю, получится или нет. Оно сейчас... Вот сами настолько стали ручные, да и, в принципе, вся рыба. Я только подхожу к аквариуму, это они сейчас просто, я не знаю, камеры, наверное, боятся. Только я подхожу к бассейну, они подплывают и такие смотрят на меня такими глазами. А, и, кстати, да, что хотел еще сказать. Вот скаты. Они в каркасном бассейне, этом пластиковом, себя очень плохо чувствовали. Самочка изрядно даже подхудала, плохо кушала. Но вот только я пересадил их в этот бассейн, сразу же на второй день самка начала активно кушать. То есть, они плавают. Ну, видно, что рыба просто реально отжила. То есть, меня это безмерно радует. Я, ребята, безумно счастлив, потому что, наконец-то, я уже запустил этот бассейн. И, в общем, в этом бассейне я буду доращивать всех своих рыб, тех, которые я не продам, тех, которые, возможно, буду оставлять на производ. Кстати, здесь у меня плавает стая ацелярисов. Это первая цикла, которую я хочу попробовать нерестить. Вот, ну, чуть больше года. И я хочу вот эту рыбу уже пробовать у себя нерестить. Я буду специально строить вот там вот, где я говорил, один большой нерестовик литром на 500-600. И специально буду вот определять пару. Буду специально готовить им водичку, собственно, для того, чтобы попробовать разводить именно эту рыбу. В общем, ребята, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что реально работы очень много. Предстоит просто колоссальный объем работы здесь. И вот, хотите верьте, хотите нет, у меня получается так. Сейчас весь, ну, все мои дни проходят так. Утром встал, на работу, с работы приехал разводня. С разводни пришел, поигрался с ребенком часик, побыл с семьей, лег спать и так по кругу. Все вот эти выходные, которые были вот пятница, вечер, суббота и воскресенье, полностью определял разводни, по максимуму переделывал. Там еще автодолив сделал в Сампе. Но об этом будет все в другом видео, ребят. Просто как бы все в одном видео не расскажешь. В общем, что, ребят, сейчас все вот этих вот малышей я попересаживаю в аквариумы. И еще раз в аквариумах сниму, покажу вам эту рыбку уже как бы со стороны через стекло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, это африканская щука. Интереснейшая рыба. Я надеюсь, вам будет видно. В аквариуме достаточно темно. Камера просто не вытягивает. Друзья, это Дорадо. Ну, золотой Дорадо в простонародье. Вот, в общем, вот пять прекраснейших малышей. Рыба активная. Тоже немножко покушали. Сейчас вот, ну, правда, не все покушали. Но я надеюсь, так. Они все попробовали, но что-то им салака не понравилось. По кусочку съели, но как бы наедаться не стали. Ну, животики не впавшие. То есть, будем надеяться, что день-два и рыбка начнет активно кушать. Это, друзья, голиаф. Та самая всем хорошо известная рыба. Вот так вот, ребята, выглядит малючек этой рыбы. Зубки там уже ого-го. Ну, смотрю, они еще не покушали. Вот, боятся, стрессуют. Я им здесь живца закинул. В общем, заехал к ребятам на разводню. Сколиозных гупарей набрал. Вот тернеция бесхвостая, в общем, чтобы им было что кушать. Ну, в общем, будем ждать. День-два подождем. Посмотрим, как они себя будут вести. Здесь у нас, ребята, сидит... Вон он, красавец. В этом аквариуме, ребят, сейчас на карантине сидит велпинус. Тоже очень такая интересная рыбка. К сожалению, он так стал в такую позу, что не видно. Его окраса не видно, насколько рыбка интересная. Мордочка у этой рыбки очень похожа на аравану. Но это хороцина. И пасть полна зубов, ребята. Вот тоже сидит она с гупарями. Но я вижу, что ей нужно живца помельче. Завтра поеду возьму малька сантиметра полтора. Ну, и, в общем, будем смотреть, наблюдать, как эта рыбка растет и развивается. Здесь, ребята, в стрессе сидят монокулусы 6 штук и 6 штук биотодом и купидов. К сожалению, в аквариуме достаточно темно. Плюс, мы подняли, вот, после кормюжки подняли срань со дна. Все это сейчас еще будет убираться. Вот, два жирафа здесь сидит. И, в общем, такое. Ну, пройдет недельки 2-3 карантина. Потом я всю эту рыбку уже сниму, когда она отъестся немного. Вот, видите, да, такие животы слегка упавшие. Ну, кстати, немножко Артемии покушали. Не знаю. В общем, немножко отъестся рыба, пройдет карантин. Я пересажу уже их в нормальный аквариум. Тогда поснимаю вам крупным планом. Покажу эту рыбку уже во всей красе. В общем, еще раз биотодома. Цихломонокулус и жирафовый сон. К сожалению, ребята, Арапайму, свою красавицу, вам показать сейчас не могу. Она там, я ее посадил, в общем, в аквариум с анциструсами. Она там охотится на малька анциструсов. Ей там замечательно, хорошо. Но она все время, когда подхожу, она все время прячется за фильтром. И, в общем, пока сегодня я ее беспокоить не буду. Подождем недельку вторую. И, в принципе, всю эту рыбу я уже буду забирать с карантина, пересаживать. И тогда уже поснимаю вам, покажу эту рыбку во всей красе. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Спасибо, кстати, всем тем людям, которые откликнулись и зарегистрировали карты Монобанка по моей ссылочке. Также спасибо всем, кто бросил деньги мне на счет. Ребят, всем вам огромнейшее спасибо. Я коплю все эти деньги для того, чтобы обустраивать дальше свое хозяйство. И снимать вам как можно больше видео о своих рыбках. Я надеюсь, что в скором времени у меня будет больше времени. Но вот именно в данный момент сейчас как бы тяжело с видео. Тяжело. Ну, я думаю, что я буду чаще снимать с руки видео, вот как сегодня. Для того, чтобы мы с вами чаще встречались. В общем, еще раз спасибо за то, что посмотрели мои видео. Спасибо за те лайки, которые вы поставите под этим видео. И до конца недели ждите вторую часть видео о трехметровом геофагуснике. Всем удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok